Посмотрим. Сколько у нас тут вопросов? Много мало? Ну нормально. Так, брат Кострома, здравствуйте. Так, тоже я бы сомневался, что в Костроме нет абрикосов в Костромской области. Кто-то недавно пытался мне доказать. Нет, удивлялся, как в Костроме нет абрикосов. Я говорю, у брата есть, у его соседа, который он поделился косточками, есть. По-моему, еще у кого-то. Ну, в общем, все равно безнадега. Татьяна, здравствуйте. Бухтияров, Казахстан. Минус 26. Вообще, кто знает, когда Казахстан вежнее, а у нас все холоднее. Вот. Сенгис Айтматов. Буранный перестанок. Полустанок. С тех пор, как прочитал его роман, так все, для меня Казахстан теперь где-то между Северным полюсом и... Так, Татьяна, Москва. Женька Вадимовна, всем доброго дня. Ну, Женька, ладно, Женька. Так, Яшкарова, Минус 6. Наталья, Москва. Всем добрый день. Еремин, здравствуйте, с Новым годом, Рождеством. Опять зашел на вебинар 27 декабря. Может быть, этого не было, рассылки полные. Что, не было, Александр? Полной рассылки. Вот. Тогда, может, так, ну ладно. Все-таки есть запись, значит, кому надо, посмотрят. Надеюсь, увидят их в записи. А может, и никогда больше не увидят, не знаю. Городничин, привет, Москва. Я помню вас, гражданин Городничин. Это вы Елену Александру приглашали и встретить, и разместить, когда она ездила в командировку. Но для меня это знак хороший. Это значит, чтобы наш человек. Вот. Все-таки. Знаете как, я больше никогда в Москву не поеду. Зарекся. Вот. Съездил, называется. Но, если бы уж совсем жизнь заставила. Это для меня Москва. Это ужас. Если бы тогда Юдина, Тамара Александровна, не встретила бы меня. Вот. Правда, конечно, не самая богатая. На метро мотались с ней. Но, тем не менее, встретила. Тем не менее, привезла. И потом, после выступления, когда меня отключили микрофон, отпаивала меня какими-то каплями, таблетками. Вот. Может быть, и жизнь пошла. А в то время, знаете, я тогда действительно был авторитетом. Про меня создали, уже легенды были. Сама Юдина ненавидит железо. Я читаю, думаю, а кто ж меня встречал? Это, может быть, какая-нибудь другая Юдина. Вот. Которая привела меня в этом науке за руку на выступление. Видите, какой же режим. А вот, когда Городничин, когда он сказал, пусть Ирина Александровна приедет. Вот я встречу, я размещу. И вот теперь при фамилии Городничин у меня сразу тепло на душе. Просто тепло. Алексей Виноградов. Здравия. Галина Подольская. Здрасте всем. Без Хабаровска. Шелепов. Здравствуйте. Курган. Яхали Наталья. Нижний Новгород. Для меня Нижний Новгород особый. Там хозяйничал Свирин. Еще один непризнанный гений. Непризнанный, непознанный. Какова судьба его? Не знаю я ничего. Вот. А у меня есть черешня от него. Представляете? Черешня. Вот. Однажды он пишет. Ну если я не ошибся, но вряд ли. Значит. А у нас есть у садовода. Или просто хозяин участка под фамилией Сорокин. А у него 40 градусная черешня. И плодоносит. И прислал мне черенок. И у меня есть он сейчас. Я его не размножаю. Некуда. Нету ничего. Ни сил. Ни времени. Ни земли нету. Вот. Он все не дичай, так сказать. Все больше на нем морозобой. Но уже скоро я потеряю его. Вот. Это уникальная вещь. Черешня из Нижнего Новгорода. И так обида страшная. Сергей устроился без выхода. От безденежья. Без выхода в этим. Крановщиком. Вот. Ай. Вот при слове Нижний Новгород. Я сразу вспоминаю Смирина. Эмильянова. Здравствуйте. С наступающим. Предвкушение и прививок. Все забываю напомнить вам, что хотели. Монитобе рассказать. Может сегодня рассказать. Какое там мне фотографии надо подавать. Нету больше Монитобы. Все. Она есть. Ее нету. Поэтому. Мне надо опять собирать, пересмотреть тысячи фотографий. Найти маточное дерево с Монитобой. Вот такие плоды. Пять плодов написано. Монитоба 604. Проходит несколько лет. А у нее вокруг соседи. Они вот так. Вот сказать перетрахали. Елена Александровна меня убьет. Вот. Ну получилось. Ну я шутят сказал перетрахать. Извините. Может больше не буду. Что с Монитобой теперь никто не узнает. Я не узнаю. И ни одной веточки. Вы заметили, что это? Ну или две, кажется, ветки срезал всего. Вот и все. А она из Канады. Да, она даже как у человека, любой из вас скажет. А у меня Монитоба из Канады. 604. Это мне, кстати, Сычев прислал. Тот самый. А как он со мной спорил. Для меня была великая честь. Сам Сычев, Александр Иванович, со мной с Железовым этим новичком спорит. И наш спор, то есть, есть в газете Фазенда. И как я гордился, что он не зашел до меня. Представляете? И это он мне прислал Монитоба 64. Вот такие у меня ассоциации вызвало. Ваш этот. А что мне рассказывать? Салок. В смысле не Салок. Ну то есть, Монитоба как Монитоба. Она полностью потеряла все свои фамильные признаки. Теперь это клон. Клон, который середнячок. Может быть, и не стоит дальше рассказывать. Казачинская. Приветствую всех. Ландшиев, Шакова. Господи, я как не выдержал, сказал это слово. Ландшиев, салют единомышленникам. Так. Спасибо и вам, свинин. Всем привет, Архангельская область. У меня перед глазами ваше урожай стоит. И ваши ящики с плодами. Можем, если захотим. Ведь Архангельская область, которая рядом с этим, с Карелией, она такой считается безнадежной. Боже мой. Если кто помнит, то только Савеловский. Монастырь-то этот знаменитый. Соловецкий монастырь. Вот якобы там 100-летние яблони, больше ничего. А так и вспомнить нечего. Возрождайте. Я тогда шутяцко назвал вас этим. Смотрящим за северо-западом. А тут же меня этот подловил, что чуть-чуть мочит на него руки. Ну, это охота в человеку опустить нас. Вот он и придумал слово, это, смотрящий. Садовый смотрящий. Надо смотреть по сторонам. Алексей Кавалерий Костянович. Не важно, откуда у вас появились абрикосы. Как это не важно? От науки ни одного. Вот это важно. Важно, что теперь это ваши сорта фирмы. Сорта фирмы. Так именно, вы их переделали. Увеличили морозтойкость, вкусовые качества, крупность. Теперь это истинно ваши сорты. Это вы не мне, это вы им скажете. Зайдите на сайт, у меня просьба, хоть кто-нибудь. Зайдите на сайт Тумановский тот самый, или как он там. Вот вы там и напишите. Вылезите оттуда. Все, не, не в лапше даже. Дерьме, извините за выражение. Дерьмо, это, кстати, нематерное слово. Дерьмо, это продукты переработки. Поэтому я имею в виду сорта образцы. Компьютер правит, слова невозможно писать. А, ну, в принципе, понятно, что сорта образцы у вас не получилось в первом разе написать. Вот, сорта образцы и сорта формы. Фактически это уже сорта. Нет, ни сорта. И никогда не будут сортами. Вот, вы знаете, вы умнейший мужик. У вас новое направление есть. Вы чудо этот самый. Шелковица, а теперь вы первый в России. Вот. Я имею в виду северную Россию. Не всю, а северную. На юге, на Украине она растет. Ей не нужны садоводы, ей не нужны, как их назвать. Шелковице не нужны испытатели, не нужны селекционеры. А на север нужны, это вы, Шурала. А то, что вы написали, вы задели важнейшую тему. А это не сорта. Все. Так получается каждый раз, когда... Как я старался их сберечь и как-то узаконить. Подвой всегда с одного дерева. Маньчжуриц, 30 лет с одного дерева. Рекорд. Потому что попробуйте столько, у кого живут столько абрикосов. Посадили, сгноили. А здесь живут. И даже здесь плывут. Я вам показал Фаину. Плывет. Потом что же. Я не считаю это плохо. Когда был один сорта образец. Потом стало... Сегодня я вам показал фотографию. Пять сорта образцов. И с косточки шестой. И пусть их будет 60-600. Они... Кто-то потеряет немножко в размерах. Кто-то немножко прибавит, зато в весе. Кто-то станет ещё красивее, ярче, чем мои. И пускай это будет. Вот самое главное – забыть слово «сохранить». Самое главное – не сохранять. Все молодые деревья имеют расшатанную наследственность. Это единственное, с чем я согласен с Мичуриным совсем. Но я сказал так. Мы никогда... Вот у меня получилась роскошная Фаина. Никогда она не... Да уже в следующем поколении её не будет. Назвать сортом нельзя. Я железом отказался. Почему меня тыкают спать? Где ваши сорта в реестре? Какой... 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 Это самое... Какой может быть реестр, когда она в единственном числе? Всё остальное уже другое. Образцы – да. Но один, второй, третий. Будет 500. Тысяча. У вас будут. У Кузнецовой, Кати, у моей администратора сайта. У неё уже другое. И всё будет. И у вас будут другие. Всё. Больше Курдюмов самый из нас грамотный и толковый. Что сказал? Железов. А он не дурак. Это не моя тема. Но вы не переживайте. Дело наверняка не во мне. Это чё? Откуда это вылезло? Вы меня слышите, нет, друзья? Слышали, нет? Это... Это... Как сказать? У меня домовой живёт. Можен грамотный. Взял вот это. Ну, короче, это вы слышали не меня. Так вот. Это моя тема. Короче, моя тема такая. Больше... Нет. Курдюмов, я гордо говорю, он же не дурак. Он темирязевец. О, ребята. Вот. Он единственный темирязевец, который нарисовал схему, что нижний скелет на ветке кормит корни. Это его... Он у меня... Это уже будет не в этом. Не в этой самой дурацкой, как называется это самое, это самое, это самое. Ну, то, о чём мы говорили. Там, где самое большое челе, опять же, меня занесло. Короче, это не то, что вы подумали. Он будет в истории садоводства, как единственный, один из двух, а нас двое, который утверждает, я даже не знаю, кто из нас первый это слово волшебное произнёс, что нижние скелетные ветки кормят глюкозой корни. Но схему нарисовал он, отдаю ему должное. Пока я рот открывал, схему нарисовал. Пусть он первый, но он, а это сказал, но это я отвлёкся, чтобы показать его, как сказать, уровень, что он темирязевец, но он, который неправильный, он так и сказали эти дамы, что он неправильный темирязевец. Вот этот неправильный темирязевец знает, что, первое, что корни кормят глюкозой в нижней ветке. Это принципиальнейший вопрос. И схему нарисовал. Курдимов, а почему я его вспомнил? Правильно. Потому что его слова можно верить, раз я о нём такое рассказал. Значит, остаётся что сказать? Он написал, что железо упразднил понятие сорта. Нету больше сортов. Нету. Увеличивать можем. Я уверен, до 200, не знаю, до 150 грамм можем. Некоторые имеют такой потенциал. Понимаете? Большую часть теперь, дойдя до 4-5 поколения, дальше можно пойти на вниз. Вот что интересно, по-моему, это наш друг Песоцкий, в скобках, смотритель. Николаевич, это ты, по-моему, сказал. По-моему, это ты сказал, что... Так, 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 так. Ага, что теперь пойдёт усреднение между подвоем и прямым, и качество начнёт съёживаться. Было? Ну-ка, смотри. Да, я тебя не вижу. Так, в общем, видите, насколько всё интересно. Курдюмов сказал, что железо упожил понятие сорта. Поэтому вы здесь, может быть, впервые мы с вами друзьями останемся. Но, хоть я и разговаривался, потому что тема настолько интересная. Где вы у меня? Вот. Ага, Алексейка. Вот. Это не сорта. И никогда ими не будут. Никогда. И когда меня мордой ткнули эти самые дамы. А где? А в реестре ваш ни одного нету. И не будет. Я не халтурщик. Заплатить, чтобы за 4-5 лет попасть в эту фальшивую, фальшивую этот реестр, который, как всё на свете, и был этот, как называется. Как бы Лена Санна мягко сказать, чтобы, как я обещал вам. В общем, получается так, что я обещал слово деградировать, не говорить. Ну, в общем, всё, проехали. Кто умный, тот поймёт, о чём я. Так что это не сорта. Виктор. Виктор.